В Украине стартовала кампания по отбору работников в обновленные органы прокуратуры. Один из центров по сдаче тестов открылся в нашем городе. Тут проходят экзамены кандидата из четырех южных областей. Тему продолжит Дмитрий Колцун. В полдень в коридорах пункта сдачи тестов для работников прокуратуры не протолкнуться. Сегодня пройти спецэкзамен здесь должны около 500 человек из четырех областей Украины. Поздравить соискателей вакантных должностей в прокуратуре разных уровней приезжает глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. Он возмущен низким уровнем организации процесса и сразу звонит заместителю генерального прокурора Украины. Тут у вас супер длинная очередь, не разбериха и бордак. Перед экзаменом нельзя так делать. И катастрофу происходит. И кто организация? Полная длинная очередь, не разбериха так не делается. Что вы из этого будете? Потому что люди получают стресс-пределизацию. Проходит буквально несколько минут после разговора и порядок наведен. Почему, говорит Саакашев, голос подымает? И очередь рассосалась. Да не потому, что я такой волшебный. Потому что просто надо каждый раз добиваться своего через ножи. Иначе ничего не получается. Сам по себе ничего не делал. Тут, пожалуйста, никакой очереди. А перед этим долгая была очередь и всем нервы попортили. Вот так в этой стране все, в нашей стране. Надо все время сважаться. Надо все время драться, я не знаю. Подрали еще чуть-чуть и, пожалуйста. Вот результат. Сами экзамены по аттестации сотрудников прокуратуры также приходилось продавливать. Процесс их подготовки занял не один месяц. И теперь каждый претендент должен сдать специализированные тесты. Лед тронулся, процесс начался. То, чему очень долго сопротивлялись, чтобы были прокурорские экзамены, они начались. Это надо просто отдать должное Давиду Сахуарилидзе, что все равно свое протолкнул, его поддержал президент. И несмотря на то, что там то экзамены, вопросы экзаменов им не нравились, то комиссия не так была составлена. Все равно по всей Украине эти экзамены подначались. Я уверен, что будет фундаментальное обновление состава прокуратуры. Тестирование предполагает несколько этапов. Зачеты по юридическим знаниям. Потом организационная проверка. Каждый из кандидатов на руководящие должности в 25 местных прокуратур обязан иметь не менее трех лет опыта работы в юридической сфере. Вопросы все были исключительно те, которые касались нашей непосредственной работы. Поэтому сложностей особых с ними не существует. Помимо кандидатов в руководители, тестирование проходят и обычные работники прокуратуры. От тестов зависит, останутся ли они дальше работать. Результаты разные. Есть результаты стопроцентные. Есть по 99-98 баллов набирают. Я лично был свидетелем, люди набирали по 45-46. Ну вот, насколько это можно считать успешным. По результатам тестирования для каждого из подразделений прокуратуры будут составлены рейтинговые списки кандидатов. После этого лучшие начнут свою работу в обновленной прокуратуре. Дмитрий Колцун, Валентин Мирза, 7 канал.